Северский район, Северо-Кагазки, Российский район. В станицу Северскую прибыло 357 мужчин и 395 женщин. Все казаки были потомками задунайцев-запорожцев, то есть буйных кочевников. Первые годы из-за высокой смертности, которой способствовали изнуряющая жара, плохая вода, обилие плавен и нитзин, дающие вредные испарения, прирост населения в станице был небольшим – около 4-х человек. Но затем число жителей Северской начали принимать и посторонних. Это были солдаты, жители отдаленных станиц, турецко-подданные греки. Все они находили себе довольно выгодную работу – на табачных плантациях, на выкорчевке земли, в степи во время уборки хлеба. Казаки недолюбливали иногородних, свысока называя их городовиками. Первые три года, как и обещал царь, казаков от службы в армии освободили. Они несли службу по станице. Охраняли станицу, держали посты, делали ночные обходы, поставляли подводы для войсковых и казенных надобностей. Служили у станичных начальников, священников, отставных офицеров. Служба тяжелая, старики говорили «И не приведи Господи, чтобы она вернулась». После трех лет льгота кончилась, и часть казаков ушла на службу в Абинске, затем в Полтавский полк Темрюкского отдела. Служили казаки почти всю жизнь. В 17 лет получали паевый надел земли, в 20 присягали на верной службе. Четыре месяца по вечерам казака обучали грамоте, днем практической подготовки. Станичники сами распределяли казаков для военной службы. Бедные казаки зачислялись в пеших, а более состоятельные – в конных. В 38 лет казак выходил в отставку, но еще в течение 10 лет числился в ополчении. Казаки были очень религиозны, хотя и не особо чтили обряды. Они любили жертвовать на храмы, яро защищали православие, уходили в монастыри. Практически на пожертвования казаки отстроили сначала молитвенный дом, а затем и храм в станице. В храме хранилась частица мощи святого Харлампия. Две серебряные лампы с изображением святых, две книги и очень древний крест с надписью «За упокой Николаем». Постепенно начали казаки обучать своих детей грамотности. Очень скоро в Северской построили четыре школы. Они содержались за счет общественных денег, и маленькие казачата посещали ее бесплатно. С иногородних же за обучение брали деньги. Однако усерднее всех школы посещали именно иногородние. Казачата же учились лишь зимой. С наступлением весны их забирали родители для помощи по хозяйству. Пасти скотину, работать в поле. Но чаще всего казачат забирали из школы насовсем, как только научатся читать и писать. Продолжение следует...